Здравствуйте, мой маленький друг! Добро пожаловать в онлайн МЕКТЕП. Сегодня на уроке математики ты узнаешь о космонавтах Казахстана, а еще как моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и определять наиболее рационально из них. Космонавтом хочешь стать? Очень просто, потрудись, научись быстрее решать, заниматься не ленись. Посмотри внимательно на фото космонавтов. Ты узнаешь их? Правильно! Это первые космонавты Казахстана. Тохтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Наши известные космонавты отправили к нам на урок юного астронавта Даурена. Он сегодня принес нам задание на космическую тему. Даурен составил числовые выражения и нашел их значения. Давай проверим, правильно ли он выполнил задание. Итак, нам необходимо буквенные выражения заменить числовым, то есть поставить вместо переменных их числовые значения. Первое выражение у переменной А значение 29 846, у переменной В значение 2683. Что же у нас получилось? Правильно! Нам нужно найти произведение разности чисел 29 846 и 2683 и 6. Итак, выполняем данные вычисления столбиком. Но сначала нам надо расставить порядок действий. Правильно! Если в выражении есть скобки, первично выполняется действие в скобках, только затем за скобками. Итак, выполняем вычитание. Подумай и вычисли. Правильно! Получится 27 163. Теперь полученный результат от вычитания мы умножаем на 6, тоже столбиком. Правильно! Оформляй запись. Пожалуйста, вычисли и выдай результат. Верно! Получилось 162 978. Значение первого выражения Даурен нашел правильно. А теперь давай составим второе выражение и найдем его значение. Нужно будет найти произведение разности чисел 750 тысячи трех и 749 тысячи 839 и 6. Выполняем первое действие столбиком. Внимательно вычисли и запиши ответ. Правильно! Получилось 164. Теперь нам необходимо значение разности умножить на 6. Внимательно умножь. Верно! Получится 984. Даурен молодец! Он справился с этим заданием правильно. А еще Даурен нам предлагает решить задачу. Рассмотри таблицу и ответь на вопросы задачи. На покупку конструкторов на солнечных батареях для кружка было выделено 60 тысяч тенгер. Какие наборы можно купить на сумму? Обрати, пожалуйста, внимание на номера наборов, которые указаны в таблице. Первый набор, второй набор и третий набор. Старая цена у этих наборов следующая. У первого набора старая цена 18 тысяч 230 тенге. У второго набора 20 тысяч 670 тенге. А у третьего набора старая цена 27 тысяч тенге. Давай подумаем и не вычисляя скажем, можем ли мы все три набора купить за 60 тысяч тенге. Правильно! Ты молодец! Можно будет только два набора купить, потому что сумма трех наборов будет превышать 60 тысяч тенге. А теперь давай подумаем, сколько денег можно сэкономить, если купить два любых набора со скидкой. А скидка будет следующая. Это три десятых от старой цены. Но сначала нам нужно с тобой вспомнить, как найти часть от числа. Числа нам известны. Это и старые цены этих наборов. А как найти три десятых части этих чисел? Для этого нам необходимо вспомнить правило нахождения части от числа. Чтобы найти часть от числа, нужно число разделить на знаменатель, а в данном случае это 10, и умножить на числитель. Это три. Три десятых. Три десятых. Значит, примерно берем цену старую первого набора 18230. Чтобы узнать размер скидки, нам необходимо это число разделить на знаменатель, на 10, и умножить на числитель, на 3. Давай попробуем мы с тобой найти новую цену первого набора с учетом вычета скидки. Первым действием мы составляем выражение. Мы от старой цены вычитаем размер скидки. От 18230 вычесть частное чисел 18230 и 10, умноженное на 3. Сколько действий в данном выражении? Правильно, в данном выражении три действия. Имеются действия умножения, деления и вычитания. По правилам порядка действий первично выполняется умножение или деление слева направо, только затем сложение или вычитание. Первым действием выполняем деление. 18230 разделить на 10, получится 1823. Подумай, что мы должны сделать вторым действием. Верно. Умножаем 1823 на 3 и получаем 5469. Это размер скидки. И последним действием узнаем новую цену при известной скидке. Значит, из размера старой цены вычитаем размер скидки. 18230 минус 5469. Сколько у тебя получилось? Верно. Новая цена набора со скидкой 12761 тинге. Находим новую цену второго набора по такому же алгоритму. Составляем выражение. 20670 минус 20670 разделить на 10 и умножить на 3. Первым действием выполняем действие деления. 20670 разделить на 10. Получится 2067. Мы в процессе нахождения части от числа. 2. Вторым действием 2067 умножаем на 3 и находим размер скидки. А теперь находим новую цену с вычетом скидки. От старой цены 20670 мы вычитаем размер скидки 6201 тинге. И получаем новую цену 14469 тинге. Находим новую цену третьего набора. Правильно, составляем выражение. 27000 минус 27000 разделить на 10 и умножить на 3. Первым действием и вторым действием мы находим размер скидки. 27000 разделить на 10 – 2700. 2700 умножить на 3 – 8100. Это размер скидки на третий набор. А теперь находим новую цену. Правильно, от старой цены 27000 вычитаем размер скидки 8100 тинге. И получаем новую цену 18900 тинге. А теперь мы сможем ответить, сколько денег можно сэкономить, если купить два любых набора со скидкой. Давай, к примеру, возьмем первый и третий набор. Новая цена первого набора – 12761 тинге. Новая цена третьего набора – 18900 тинге. По условию задачи у нас имеется 60000 тинге. И нам с тобой необходимо вычислить, сколько денег можно сэкономить, если купить два любых набора со скидкой. Давай, к примеру, возьмем первый набор и третий набор. Что нам необходимо сделать? Правильно, нам нужно из 60000 тинге вычесть сумму старой цены этих двух наборов, а затем из 60000 тинге вычесть сумму новой цены этих наборов. Таким образом, мы увидим с тобой разницу, которую мы можем сэкономить. Подумай, какие выражения у тебя получатся. Первое выражение мы вычитаем из 60 сумму старых цен этих наборов. И получаем разницу. 60000 минус сумма чисел 18230 и 27000. И получается у нас 14770 тинге. Это сдача до скидки. А сейчас находим сдачу после скидки. 60000 минус сумма чисел 12761 и 18900. И получаем значение разности 28339 тинге. Это сдача после скидки. А теперь давай вычислим разницу, которую мы с тобой сэкономили. 28339 вычесть 14770 и получаем экономию в размере 13569 тинге. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. А теперь давай подведем итоги. Мы с тобой вспомнили сегодня первых космонавтов Казахстана. А еще мы познакомились с юным астронавтом Дауреном, который рассказал нам о деятельности кружка юных астронавтов. Мы решали составным и задачи с большими числами рациональным способом. Ты просто молодец! До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok